Продолжаем выпуск. В Армавире пятилетний малыш спас от смерти краснокнижного фазана. На птицу напали коты. Мальчик Богдан с папой буквально вырвали несчастную птичку из лап упитанных браконьеров. Юлия Кишинева расскажет, как малыш не испугался и не раздумывая бросился на помощь. Когда все случилось, даже не успели познакомиться. Сегодня встретились вновь. Спасители пришли проведать краснокнижного фазана. В городской зоопарк папа с мальчиком птицу привезли накануне. Даже было неясно, выживет ли она. А сегодня Богдан уже дает имя пернатой красавице. Ее будет звать Полина. А как все было? Где вы ее увидели? Как нашли? Там чуть кошки не слопали. И как ты испугался? Решил спасать, кричать, что было? Расскажи. Ну, мы с папой спасли ее. Вопрос, на который до сих пор не находят ответа участники истории спасения. Откуда в центре города вообще взялась дикая птица? Фазан прогуливался прямо по центральным улицам Армавира. Забежал во двор многоэтажки, что называется, на свою беду. Здесь и попался на глаза четырем огромным бездомным котам. Вот прямо на этом самом месте и разыгралась настоящая драма. Вот они, четырехлапые виновники ЧП. По внешнему виду и не скажут, что голодают. Могли бы и пройти мимо невинной птички, шутит Элиас Алиев. И добавляет, если серьезно, ни секунды не мешкали с сыном. Сразу бросились спасать. Ведь живое же существо. Порвали бы они его. Можно сказать, с глотки вырвали мы эту птичку с этих котов. Мы ее поймали, искали в интернете, куда его определить. На постоянное место жительства птицу взяла директор местного зоопарка. Оказалось, что Фазан занесен в Красную книгу Краснодарского края. Сейчас Полина чувствует себя хорошо, отделалась испугом. У нее уже есть своя клетка рядом с другими птицами. Ну, годовалая где-то, молоденькая. Теперь нужен самец. Самцы красные, очень яркие. А самочки всегда вот такого серенького цвета, чтобы прятались в кустик. Мы кушаем, но кушаем мы по вечерам. Это заметно по мисочке, да. Конечно, депрессия всегда есть. Это будет несколько дней. Но живет она вот сейчас, спрятались, алмазный Фазан спрятался рядом с клеточки. Попросим его выйти. Так что они вот дружат. На память юному спасителю директор зоопарка подарила игрушку и перо Фазана. По словам Елены Жуковой, для ребенка это лучший урок доброго отношения к животным. Я люблю это птичку. Будешь заботиться, да? Привозить корм. Водичку. Водичку, да. Кажи, жалко. Всегда надо помогать, спасать животных, да? Не проходить мимо чужой беды, да? Да. Семья Алиевых теперь стала пикунами Фазана Полины. Обещают регулярно привозить корм для птицы, ну и просто проведывать спасенного друга. Юлия Кишинева, Эдуард Араканов, Кубань, 24, Армавир.